Расмус Анкерсон. Как раскрыть недооцененные таланты? В июне 2005 года на Олимпийском стадионе в Афинах был побит мировой рекорд в беге на 100 метров. Люди были в шоке. И не потому, что мировой рекорд был побит, а потому, что это сумел сделать никому неизвестный спортсмен. Рекордсменом стал Асафа Пауэлл, 22-летний спринтер с Ямайки. Всего лишь три года назад Асафа Пауэлл был самым обычным подростком на Ямайке, который пытался найти место для тренировок. Его результат на 100-метровке был очень далек от рекорда, и ему отказывали почти что во всех учебных заведениях на Ямайке. Никто не верил в его потенциал. Поэтому для всех было настоящим сюрпризом, когда в теплый июньский вечер 2005 года этот юноша поднялся на пьедестал почета в Афинах, чтобы получить золото. Как так получилось, что всего за несколько лет посредственный бегун стал самым быстрым спринтером на планете? Итак, выяснилось, что история Асафа Пауэлла не исключение. Поговорите с преподавателями музыки, бизнесменами, спортивными судьями, учеными со всего мира, и вы узнаете, что у каждого из них есть своя история, похожая на историю Асафа Пауэлла. Истории людей, которых недооценивали, и которые оказались звездами. Позвольте приведу несколько примеров. Роналдо, футболист из Бразилии, который трижды был назван лучшим игроком планеты. Когда ему было 15 лет, Фламенго, самый известный бразильский футбольный клуб, отказался оплатить ему билет от дома до стадиона, где проходила тренировка. Стоимость билета составляла менее доллара. Другой пример. Майкл Джордан, лучший в мире баскетболист за всю историю этого вида спорта. В возрасте 16 лет его выгнали из школьной баскетбольной команды. Или Ричард Брансон. Как и многие другие известные мировые предприниматели, Брансон не способен обучиться чтению. В школе его относили к отстающим ученикам. Или взять, к примеру, Пола Маккартни. За все годы обучения никто так и не заметил, что он талантливый музыкант. И получается, что искусство идентификации настоящего таланта это очень сложная наука. И большинство программ по выявлению талантов похожи на лотерею. Ура! Меня взяли на работу. Как сказал генеральный директор Ричард Фейербанк, в большинстве компаний люди тратят 2% своего времени на процесс найма персонала и 75% своего времени на исправление ошибок, которые они допустили при найме. И мы смеемся над тренером, который отказался оплатить билет Роналда, над учителем музыки, который просмотрел Пола Маккартни, над школьным тренером, который отказал Асафи Пауэллу. Как могли вы просмотреть потенциал таких звезд мирового класса? Самый простой способ понять, почему мы не можем идентифицировать талант, это разделить потенциалы показателей работы. Давайте посмотрим матрицу, где на оси Х будет отображаться потенциал личности как в ближнем, так и в далеком будущем. А на оси Y — результаты работы, которые человек демонстрирует здесь и сейчас. Усейн Болт, чей мировой рекорд, побил Асафа Пауэлл. С 14 лет он демонстрировал блестящие результаты, и всем было очевидно, что растет будущий рекордсмен. В нашей матрице такие люди, как Болт, характеризуются как люди с высокими результатами работы и высоким потенциалом. Усейн Болт — яркий пример так называемого «громкого таланта». Асафа Пауэлл, напротив, в раннем возрасте не демонстрировал выдающихся результатов. И даже в возрасте 18 лет его показатели были не выше средних. То же самое было и с Полом Маккартни, с Роналдо и Майклом Джорданом. По каким-то причинам их потенциал не выражался в текущих высоких результатах. Все они хороший пример так называемого «молчаливого таланта». И вот в этом-то и вопрос. Как увидеть талант в том, что кажется обыкновенным в эту минуту? Как заметить, что перед вами суперзвезда, если она вовсе и не суперзвезда в настоящий момент? В течение года я ездил по миру с целью изучить условия работы самых талантливых людей, которые показывают высокие результаты. Я усвоил три простых урока. Любой человек может научиться выделять таланты. И мой первый урок. Нужно понять, что великий талант не обязательно правильный талант. Возьмем, к примеру, американскую футбольную лигу, НФЛ. Она известна как гуру отбора талантливых игроков. В НФЛ есть такая практика. Каждый год в апреле команда тренеров НФЛ отправляется в поселение американских индейцев, чтобы встретиться с 300 лучшими игроками Северной Америки. Они проверяют их способности в разрезе самых различных аспектов игры. Как высоко они могут прыгать, какой максимальный вес они могут поднимать, насколько быстро они бегают и так далее и тому подобное. Наиболее популярным методом оценки является использование теста Вандерлика на определение уровня интеллекта. Он используется для определения игроков, которые имеют данные, чтобы играть на ведущей позиции квоттербека. Чтобы занимать позицию квоттербека в американском футболе, необходимо обладать хорошо развитыми познавательными способностями и быть готовым быстро принимать решения. Смысл этого теста в том, что его результат дает тренерам понимание того, насколько кандидат подходит на позицию квоттербека в Национальной футбольной лиге. Но проблема в другом. Среди семи игроков, у которых был самый низкий результат по итогам теста Вандерлика за всю историю НФЛ, есть два игрока. Это Дэн Марина и Тедди Брэдшоу. И они были самыми лучшими игроками на позиции квоттербеков. Действительно, тест Вандерлика дает в определенной степени оценку таланта игрока. Но эта оценка не сводится к определению лучшего квоттербека. Это неверный способ определения таланта. Я считаю, что если вы не уверены в основных компетенциях и критериях успеха для данной конкретной позиции, то вы будете делать ошибки при выборе таланта. И у вас есть все шансы, чтобы оставить без внимания человека, который имеет реальный потенциал для развития в нужном вам направлении. Второй урок, который необходимо усвоить. То, что мы видим, вовсе не обязательно то, что мы получим в результате. Предположим, есть два 15-летних спринтера, один из которых пробегает 100 метров за 10,2 секунды, а второй за 10,6. На кого бы вы поставили? Все указывает на то, что следует поставить на спортсмена, который пробежал 100 метровку за 10,2 секунды. Но если у вас есть хоть немного опыта, то вы можете догадаться, что у парня, который имеет показатель в 10,6, есть гораздо больший потенциал. Представьте, что спортсмен, который показал на дистанции 10,2 секунды, занимался с лучшими тренерами страны, получил хорошее образование, имел возможность тренироваться в отличных условиях. И, несмотря на свой юный возраст, физически развит на 100%. История спортсмена с показателем 10,6 очень похожа на историю Асафы Пауэлла. Он тренировался сам по себе, безо всякого системного подхода. И уровень его физического развития несколько заторможен. Принимая этого внимания, поставив на этого спортсмена, у нас больше шансов выиграть. Одним словом, сырые 10,6 могут быть намного лучше, чем натренированные 10,2. По моему мнению, если вы хотите трезво оценивать потенциал людей, то имейте в виду, не всегда то, что вы видите сейчас, означает, что именно это вы и получите потом. Важен не столько результат, сколько история, стоящая за ним. То же самое и в бизнесе. Самые различные внешние факторы могут влиять на результат. Огромную роль играет удача, условия рынка, уникальные обстоятельства, чистая случайность, хорошие и плохие начальники. Не оценивайте потенциал, основываясь только на цифрах. Постарайтесь узнать, как были достигнуты эти цифры и что стояло на пути к их достижению. Если вы сделаете это, возможно, вы поймете, что тот, кто на первый взгляд выглядит ординарно, на самом деле высококлассный профессионал. Следующий урок, который необходимо усвоить. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя переоценивать дипломы и сертификаты. И нельзя недооценивать характер человека. В прошлом году я посетил спортивный клуб MVP. Самый известный клуб по легкой атлетике в городе Кингстон на Ямайке. На Олимпийских играх в Пекине в 2009 году 8 легкоатлетов из этого клуба завоевали 9 медалей. Перед тем, как туда отправиться, я имел в голове определенную картинку этого клуба. Мне думалось, что это современный спортивный колледж, оснащенный по всем стандартам, с обслуживающим персоналом, спа-центром и со звуками регги, доносящимся из колонок. Но ничего подобного. MVP — это просто ангар, стоящий в поле. Там нет современного оборудования, нет фитнес-центра, там нет даже беговых дорожек. Есть только стопка дорожных конусов, старая штанга и спортивный зал без кондиционера. И несмотря на большой успех, тренер клуба Стивен Фрэнсис не собирается ничего менять. Он сказал мне, условия, в которых рождается высокий результат, должны быть созданы не для комфорта, а для труда. Стивен Фрэнсис тренирует своих атлетов в тяжелых условиях, что позволяет ему выявить факторы, о которых не расскажет ни один сертификат или психологический тест, и ни одно интервью при приеме на работу. Такие факторы, как почему вы здесь оказались, чем вы руководствуетесь, хорошим настроением или желанием жить лучше, насколько вам не все равно. Как говорит Стивен Фрэнсис, самое главное, что он может вам сказать, это то, что он вам не говорит. Я вовсе не хочу сказать, что вам нужно избавиться от комфортабельных офисов. Я просто хочу сказать, что успех заключается не в комфортных условиях работы и не в многосменных дипломах. Все дело в образе мыслей. У всех людей есть определенный уровень знаний и умений. Ключевой вопрос, что вы можете сделать сегодня, превращается в следующий, чему вы научитесь завтра и что вы готовы для этого сделать. Итак, найти талант, который недооценен, не так просто. Но это возможно, если вы понимаете, что великий талант вовсе не обязательно правильный. То, что вы видите, не обязательно то, что вы получите в итоге. И что характер куда важнее, чем дипломы. В конце концов, никто не хочет просмотреть еще одного Асафа Пауэлла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok